Очередной приезд миссии Альянса Доктора Вильяма Новика и семьи сотрудничества 2008 года. Это уже их пятнадцатый приезд. Как всегда, это приезд со знаменовым обменом опыта. Это сложные дети с сложными пороками сердца, где специалисты фонда помогают нам консультативно в оказании помощи детям со сложными порождёнными пороками сердца. Очень много сложных пороков сердца в Кузбассе. За год рождается около двухсот детей с порождёнными пороками сердца. В нашей области из них больше ста детей требуют операции на первом году жизни. Среди них есть очень сложные пороки сердца. Среди гендиометрического желудочка сердца. Это пороки, которые требуют многократной этапной хирургии, операции высокого уровня сложности, требующие работы слаженной всей команды. Это, естественно, влияло на прохождение миссии, на проведение миссии. Доктора имеют прививки, сертификаты. Эти сертификаты не российских вакцин, это вакцины зарубежные, но они сдали ПЦР-тест. У них имеются сертификаты. То есть сертификаты эти в нашей стране действительно, поэтому они смогли приехать к нам в страну. Мы соблюдаем все противопедологические мероприятия, которые необходимы. Конечно, это осложняет попадание пациента в больницу, потому что им необходимо сдать ПЦР-тест. Часто получается такая ситуация, что пациенты не знают, что они болеют в больнице, только выявляют, что они болеют. Соответственно, мы вынуждены таких детей выписывать, выписывать всех, кто с ними контактировал. Если это позволяет их состояние, если их состояние это не позволяет, то мы тогда должны им выжить минимум две недели. Либо оперировать на фоне коронавирусной инфекции, что значительно ухудшает, осложняет прогнозы, ухудшает его. Поскольку коронавирусная инфекция, помимо поражения легких, поражает еще систему гемостаза и приводит к тромбозам после операционного периода. И вообще расстройство многих систем, не только дыхательной. В нашем центре есть отделение, занимающиеся пациентами с патологией сердечно-сосудистой системы, у которых осложнился ковидом. Сложнился, у которых сопутствующий ковидом. Если пациент к нам поступает с коронавирусной инфекцией, но требует хирургического вмешательства, либо пациент поступил к нам и вывели у него коронавирусную инфекцию, но не можем его выписать домой по его состоянию, вынуждены оперировать на фоне коронавирусной инфекции. У нас есть специальное отделение, которое этим пациентами занимается. Всем рекомендуем иметь прививку, поскольку пациенты, которые привились, переносят коронавирусную инфекцию значительно легче, у них практически нет осложнений. Мы не встречали тяжелых осложнений, либо летальных исходов у пациентов, которые заболели коронавирусной инфекцией, но и были привиты. Сейчас мы не требуем от родителей прививку от коронавирусной инфекции и не требуем от них ПЦР-тестов. Мы все проводим у себя. Здесь у нас есть при поступлении скрининг на антитела, мы сразу делаем. Если антитела нет, ребенок поднимается в отделение с родителями. Мы их стараемся в отдельную палату разместить и берем у них ПЦР-тест. В течение суток мы получаем ПЦР-тест. Если он отрицательный, мы дальше оказываем помощь ребенку. К счастью, дети очень легко переносят коронавирусную инфекцию. И зачастую это мероприятие связано с тем, что мы вынуждены этого ребенка изолировать с родителями, мы вынуждены контактных всех детей выписывать. Многие из них не требуют экстренной хирургии или не требуют экстренной помощи, но они все равно требуют помощи. И помощь эту мы не можем им отказать, поскольку мы вынуждены отложить эту помощь. Но если ребенку по показаниям есть медицинские показания к вмешательству, мы таких детей, естественно, оказываем им помощь. И родители, они тоже молодые. Они очень легко переносят коронавирусную инфекцию. Больше связаны с организационными мероприятиями, чем с какими-то проблемами. Но у детей, и об этом многое в России говорят, за счет нарушения гемостаза у них не поражаются так сильно легкие, не поражаются другие органы, но у них поражается система гемостаза и образуются тромбы. И мы с этим сталкивались, что образуются тромбы в отделах сердца, которые мы вынуждены убирать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok